Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке и полетах Quadric JD. Фирма называется Pioneer UFO. Вот такой вот интересный внешний вид, поэтому я предлагаю сейчас посмотреть, чем он комплектуется, и потом уже на нем полетать. Вот так вот компактненько все упаковано. Так, в комплекте мы получаем картридер, мы получаем пенопласт, мы получаем microSD карточку 4 гигабайта. Уже есть, то есть нам не нужно заморачиваться и покупать ее отдельно. Так, запасные винты, зарядное устройство и какая-то крышечка плюс отвертка и винтики. Это, наверное, все для винтов у нас. Защита на винты для новичков. Если новичок, то вам пригодится, чтобы в первом же полете не убить винты штатные. А, все, понял, откуда крышечка. Значит, мониторчик. Опять пенопласт. Вместе с мониторчиком мы получаем также пенопласт. Открываем. Солнцезащитные шторочки есть. Кнопочка on-off. Вот, работает даже. Работает. И у него свой аккумулятор. То есть он питается от своего аккумулятора. Нам нужно его будет самому дополнительно заряжать. Не подключается к аппаратуре, да. В комплекте есть инструкция. На английском языке. Взрыв схема. Блин, взрыв схема. Нашего квадрика. То есть прямо можно посмотреть, из каких частей он состоит. И как он разбирается. Еще одна отверточка. Две отвертки. Одна красная, другая прозрачная. Так. В комплекте уже в нем вставлен аккумулятор. 3,7 вольта. 600 мАч. То есть однобаночный аккумулятор. Супер мощи не ждем. Здесь потому что также у нас коллекторные двигатели. Которые недолговечные. Которые можно иметь запас. На всякий случай, чтобы не ждать. Так. Дальше у нас камера. Значит вот так она выглядит. Прикольно выглядит. Очень классно. И наклоны есть. Но наклоны мы делаем сами. Буквально 15 градусов можно наклонить. То есть чуть-чуть прямо и под небольшим наклоном вниз. То есть управление здесь. Управление здесь где? Сейчас посмотрим. Вот оно управление. Поскрепим немного пенопластом. Мощно скрепит пенопластом. Управление здесь 2,4 ГГц. Здесь, я так понял, запуск двигателя у нас происходит путем сведения стиков. Вроде бы. Надо посмотреть, почитать. И видеосвязь 5,8 ГГц. То есть все правильно, все нормально. Что умеет? Возврат домой, как я вижу. Headless Mode. Видеофото. Подсветку. On-off. А где подсветка вообще есть тут? Сейчас секундочку воткнем. Никогда, никогда не подключайте, как я, без аппаратуры. Так. Оп. И, наверное, кнопочка on. А, да, вот подсветка где. Вот так вот выглядит. Видно там? Надеюсь. Получается, синяя спереди и белая сзади. Видимо, мы можем ее вырубить. Вот. И все. В принципе. А, ну и флипы делает. На 360 градусов. То есть стандартно квадрик FPV для новичков побаловаться, посмотреть, что такое вообще FPV, как летать от первого лица. И вот так вот у нас ставится сюда мониторчик. Вот так вот будет стоять. Ну, довольно-таки удобно. Антенка, наверное, там, да, на монитор. Посмотрим. Друзья мои, я предлагаю пойти в поле и запустить данный квадрик. Посмотреть, как летает, как снимает камера у него. Посмотреть потом на запись этого видео, да. И, наверное, снять, попробовать и полетать без всего. Но он и так, в принципе, довольно-таки легкий. Есть только парусность, добавит. Но не ждем от него суперлетных характеристик. Погнали в поле и там уже будем его оценивать. Включаем наш квадрик, включаем мониторчик. Очень плохо все видно. Вам, наверное, вообще там будет сейчас ничего не видно. Значит, нажимаем старт-стоп. Двойные расходики ставим в третье положение. Из плюсов. Значит, у него идет автоматическое удержание высоты. То есть, наш стик газа находится в центре. Мы отпускаем, и он не теряет высоту, но теряет свое положение. Это, в принципе, понятно. Так, давайте мы посмотрим, что у нас здесь получается. Я боюсь, там вам ничего не видно. Я сам с трудом что-то понимаю. Сегодня небольшое солнце, но, в принципе, видно. То есть, у нас белая, отчетливая земля. Чуть повыше взлетим. Развернемся. Еще повыше. Сегодня ветер дует. Квадрик очень его чувствует, поэтому проблематично. Нажмем запись видео. Так, я заблудился. А, вон где я. Извините, но придется вот так. Чуть не улетел. Дальше, чем нужно. Заблудиться очень просто. Если вы летаете в незнакомой местности, против ветра иду, очень-очень медленно иду. В принципе, наверное, все вам, если там понятно, если что-то видели. Ой. Сейчас. Слушайте, ну очень медленно идет. Значит, само FPV мне понятно. Как и обычно, на таких квадриках оно, скажем так, низкого качества. Картинка плавает. Ох. И летает квадрик. Плоховато в ветреную погоду. Нужен полный штиль. Против ветра очень тяжело идти. То есть, еле-еле я сейчас иду против ветра. Вот. Я уже не стараюсь смотреть в монитор. На такой высоте там сплошная земля у меня при наклоне. Так, в общем-то, летает не очень. Летные характеристики ни о чем. Только внешний вид. Флипы не делает, видимо, когда у нас подключена камера. Нет. В такой ветер на нем летать нельзя. Ну, давайте я сейчас попробую по мониторчику немного полетать. Значит, насколько, да, мне это понятно. В принципе, вот я себя вижу, машину вижу там. Сюда полетим. Вот стою против солнца, вижу свое отражение. Качество мониторчика не очень. Так, опять куда-то далеко. Начинает сносить его ветром и возвращаюсь обратно. Летим сюда. Летим сюда. Нет, не туда. Запутался. Запутался, потому что ничего не видно. Монитор ни о чем. Так, ну-ка, давай, давай, я запутался. Хэдлэс Мод. Нифига, блин. Возврат. Давай, я запутался. Я не пойму, где ты? Хэдлэс Мод что-то как-то не очень. Не в ту сторону он мне начал. А, ну да, все правильно. Почему-то то положение запомнил. Я его включал, видимо, так. В общем-то, надо было летать мне в той стороне тогда. И тогда бы он вернулся, и Хэдлэс Мод мне помог. То есть, если он запоминает, что передом стоял туда, то, сами понимаете, возврат будет немного работать криво. То есть, надо и летать вот в том направлении. То есть, нельзя. Летать будет в другом месте. А тякум сел. Буль завалился. Ну что же. Квадрик в плане летных характеристик ни о чем. Летает плохо. Летать только в штиль. Чисто для новичков, которые хотят обучиться полетам, может, и подойдет. Из плюсов, потому что он сам держит высоту. Квадрик не заведется без нажатия на кнопочки старт-стоп. Очень удобно. То есть, если вы дернете, грубо говоря, стик, он не будет заводиться. В целях безопасности это мне понравилось. Имеет возврат домой, но, опять же, если вы будете летать только перед собой, а не улетите куда-то в сторону. Подсветка, выключение, отключение. Но она здесь вообще ни о чем. То есть, чисто для экономии энергии, возможно. Headless mode новичкам. Опять же, если будете летать перед собой. Фото, видео включается с аппаратуры. Запись. Пишет на карту памяти, которая там установлена. Ну и получаем изображение на монитор. Вот. Монитор хоть и имеет шторки, но на самом деле качество не очень. То есть, все очень плохо видно. Отражение только больше. В солнечную погоду летать очень сложно. Не думайте, что вы там через него что-то сможете разглядеть. Чисто побаловаться. Посмотреть, что такое FPV-полеты можно. Не более. Летать на нем неинтересно и скучно. Только новичкам поучиться. Все. В принципе, так. Большинство таких квадриков, которые оснащены с FPV-системой, да, в стоке, грубо говоря. Вот. Умеет, значит, двойные расходики. Три режима. Но сам максимальный, он тоже не особо интересный. И делает флипы. Видимо, делает их без камеры. Но даже не стал тестить, потому что он неинтересен в плане полетов. Чисто попробовать, друзья мои. Не более. На пару аккумуляторов его вам хватит. И все. Потом нужно переходить на более серьезные квадрики, которые... у которых более серьезное FPV-оборудование. Всем пока.